Подход с получением всего окружения с помощью некоторой функции иногда не очень удобен. Действительно, как мы видим, окружение может быть довольно сложным, большим и сложно устроенным значением, и тип его тоже может быть довольно сложным. Поэтому часто удобно не получать все окружение целиком, а обратиться к окружению с некоторой функцией, которая выполнит над этим окружением некоторую работу и вернет нам какую-то часть окружения. Но давайте напишем в этом стиле другую функцию, которая технологически работает точно так же. Это функция FirstUserPassword, которая возвращает не имя первого пользователя, а его пароль. Понятно, что это ридер с двумя параметрами UserTable как окружение и Password как возвращаемое значение. Мы будем использовать другую функцию, функцию Asks, которая является вторым элементом стандартного интерфейса Monada Reader. Функция Asks делает следующее. Она берет некоторую функцию, тип которой следующий. Это тип окружения в качестве аргумента и некоторый произвольный тип в качестве результата. Она берет, применяет к окружению, переданную в качестве параметра функцию, и возвращает соответствующий ридер. Это окружение, я напоминаю, константное для всей монады, но вот это возвращаемое значение, она как раз получается с помощью применения этой функции. Реализация функции Asks очень проста. Это то же самое, что конструктор монады Reader. Потому что Reader делает именно это, он упаковывает некоторую функцию в монаду Reader. Но использовать конструктор Reader будет путать пользователя использования конструктора Reader для этих целей. А вот функция Asks как раз говорит, что мы выполняем именно эту работу. Обращаемся с некоторой функцией. Ну давайте теперь посмотрим, давайте посмотрим на то, как это используется в функции FirstUserPassword, пароль первого пользователя. Мы опять запускаем вычисление, но здесь вместо того, чтобы как в прошлой версии вызывать функцию Ask, то есть получить окружение, а потом его обработать. Получить все окружение целиком и обработать его. Мы здесь поступаем по-другому. Мы говорим, что примени к функции окружения следующую функцию, композицию двух функций. Сначала head, то есть взять первый элемент нашего ассоциативного списка, который передан нам в качестве, который является окружением, в котором все вычисление происходит. А потом возьми второй элемент, то есть пароль. Head возвратит нам билла, точнее говоря, пару билл и его пароль, а функция snd возвратит нам второй элемент этой пары. То есть здесь я на лету конструирую функцию с помощью композиции и дальше передаю ее в функцию asks, которую мы только что обсудили. Она применяет к окружению эту функцию и возвращает то значение, которое эта функция возвращает. Это значение мы отправляем в переменную password и возвращаем этот password. Функция firstUserPassword, давайте мы ее запустим, возвращает нам пароль билла, который, как мы помним, составляет цифры 1, 2, 3. Однако на самом деле функция firstUserPassword, она переписана так же, как firstUser, но ее реализация переусложнена. Действительно, если мы вспомним законы монад, то мы увидим, что здесь можно применить один из монадических законов, связанный с return, и убрать все лишнее. А именно, если мы вынимаем из окружения значение, а потом мы опять упаковываем ее в нашу монаду, вынимаем из монады значение, а потом упаковываем в нашу монаду, то это бессмысленное действие. Мы можем просто вот это все убрать. И все это будет работать совершенно так же, как и до этого. Более того, в такой нотации, когда у нас всего одна инструкция в нашей do-нотации, у нас нет никакого связывания, никаких биндингов, нескольких инструкций. Поэтому do тоже лишнее. И в итоге мы получаем, что функция firstUserPassword может быть переписана в гораздо более простом виде. Таким образом, мы видим, что использование функции ask упрощает работу, перекладывая часть той работы, которую мы раньше выполняли, внутри монадического вычисления, перекладывая на некоторую вспомогательную функцию. Ну, если мы сохраним, перезагрузим наш модуль и запустим нашу функцию еще раз, runReader, firstUserPassword и в качестве окружения таблица pvds, мы опять получим тот самый пароль, 1, 2, 3, показывающий, что мы все сделали правильно и наша функция сокращенная работает так же, как и исходная версия этой функции. Для дальнейшего изложения нам будет полезно написать еще одну вспомогательную функцию, тоже используя asks. Это функция, которая зовется usersCount. Эта функция берет окружение и подсчитывает длину этого окружения, то есть количество элементов в списке userTable, ну, в нашем прикладном смысле, это количество пользователей, которые содержатся в нашей таблице userTable. То есть мы просто берем функцию length и говорим, примени функцию length к окружению, используя вспомогательную функцию asks. С помощью этой функции userCount мы опишем еще одну полезную вспомогательную функцию, которая зовется local. Функция, которая зовется local, делает следующее. Она берет и локально модифицирует окружение. Мы задаем функцию из окружения в окружение rr и передаем туда монаду reader. На этой монаде reader, это монаде reader, это монадическое вычисление внутри монады reader, запускается в измененном окружении. Окружение этого reader сначала модифицируется этой функции, а потом запускается соответствующее вычисление. Ну и возвращается, естественно, reader, который, собственно, инкапсулирует весь этот процесс. То есть, то, что я описал словами, на самом деле записано в коде функции reader. Мы говорим, вот у нас есть функция f и некоторая монада reader. Что у нас происходит? Мы берем монаду reader и запускаем эту монаду reader в окружении e, которое здесь записано в качестве, приходит нам в качестве лямбды. Поскольку у нас хранится стрелочка, окружение всегда у нас в виде лямбды может быть отсоединено в окружении e, которое придет нам при запуске вот этого вот возвращаемого reader. К нему применяется функция f, в итоге получается новое обработанное окружение. И дальше reader запускается. Ну а после этого мы все опять переупаковываем в reader, так, чтобы у нас опять получилось вычисление в некотором окружении. Мы видим, что окружение у нас всегда, как бы мы можем его оторвать и всегда мы его отрываем, когда какие-то преобразования с монады reader делаем. Окружение на самом деле передается только при запуске reader, а когда у нас возвращается какой-то reader, это означает, что в нем хранится некоторая ссылка на окружение, с которым мы, собственно, и работаем при реализации. Ну давайте, после того, как мы обсудили, как реализована функция local, давайте протестируем ее работу. Вот у нас есть функция local test, которая занимается просто тестированием этих процессов, которые я описал. Она делает следующее. Она вызывает функцию users count, которую я только что определил, которая подсчитывает количество пользователей таблицы, и считает два числа. Во-первых, результат выполнения функции users count на том окружении, который передастся нам в качестве аргумента нашего ридера. И второй запуск — это результат работы функции local. Мы берем, опять же, функцию users count, но вычисляем ее не в стандартном окружении, которое будет передано, а в локально модифицированном окружении. Функция, которая здесь называлась f и локально модифицированное окружение заключается в том, что мы просто в голову списка добавляем еще одного пользователя. То есть функция модификации окружения означает, что мы добавляем еще одного пользователя со своим паролем. После этого мы возвращаем обозначение количество пользователей в немодифицированном окружении и количество пользователей в таблице, которая модифицирована. Ну, давайте запустим нашу функцию localTest. Как всегда, для запуска ридера нам нужно, во-первых, написать функцию runReader, потом имя ридера, которое мы запускаем, это будет localTest, и, наконец, некоторое окружение, которое у нас одно и то же, pvds. Ну, вот мы видим, что в изначальной таблице у нас было три значения, это count1, а count2 становится на единичку больше, потому что мы локально модифицировали окружение. Если мы запустим, скажем, тот же самый runReader на другой таблице, ну, а что это за таблица? Давайте возьмем просто пустую таблицу, да и все. Таблица вернется в значение 0.1. Изначально у нас пустой список пользователей, в нем, конечно, 0 пользователей, а после того, как мы модифицировали окружение, добавив туда майка, у нас появился один пользователь. Есть еще одна функция в интерфейсе reader, которая играет некоторую полезную вспомогательную роль. Это функция, которая зовется reader с маленькой буквы. Функция, которая зовется reader с маленькой буквы, может быть реализована по-разному. Ну, вот я, например, реализовал наш reader как ask, с использованием ask и return. Функция reader с маленькой буквы делает то же самое, что делает конструктор reader с большой буквы. Она берет некоторую произвольную функцию из RWA и конструирует reader с таким окружением, что и аргумент этой функции, и с таким значением, что и возвращаемое значение этой функции. Эта функция служит заменой конструктору, который зовется reader. Хотя нам такая функция не особо нужна, мы можем пользоваться конструктором reader. Однако на самом деле в стандартной библиотеке языка Haskell существует тип reader, который имеет ровно тот же интерфейс, который я только сейчас вам описал. Те же самые вспомогательные функции ask, local и так далее. И работает точно так же. То есть мы могли бы подгрузить модуль control monad reader, и все те примеры, которые я приводил вам, они бы работали точно так же. Однако функции стандартной библиотеки, которые связаны с monad и reader, они на самом деле определены немножко более общим образом. Они являются частью библиотеки MTL, monad transformer library, которые позволяют строить монады со множественными эффектами. Мы начинаем с monad identity, потом накручиваем на нее, например, монаду с эффектом maybe, потом на эту монаду можем накрутить монаду с эффектом reader и так далее. Как раз вот такой процесс накручивания называется monad transformer. Так вот, в стандартной библиотеке языка Haskell reader является всего лишь синонимом типа для соответствующего трансформера, частично примененного. Мы не будем подробно изучать всю эту технологию, но вот последняя функция reader с маленькой буквы, про которую я вам говорил, она как раз используется в качестве конструктора reader, потому что reader с большой буквы, он нам не совсем доступен, он не экспортируется в соответствующих модулей, поэтому если нам нужно создавать reader, мы используем функцию reader с маленькой буквы. Эти соображения, кстати, касаются и всех других монад, которые мы дальше будем изучать, монады writer и монады state.